27 октября 2011 года в Москве в Международном фонде славянской письменности и культуры прошла пресс-конференция «Русский десант на Балканах», посвященная прошедшему по Сербии крестному ходу с табынской иконой Божьей Матери с 3 по 25 октября сего года. Русская православная ТВ представляет подробный отчет о мероприятии. Так получилось, что просто хотели сделать такой мрожрус, чтобы пройти по пути русских военных кладбищ, которых очень много. Эти кладбища русские, которые сражались с турками в 19 веке, с 1804 года началось первое большое такое успешное восстание против турков. И тогда император Александр I посылает войска, погибло больше 4 тысячи русских, а 20 тысячи русских сражались в первом восстании против турков. Это и раньше были такие восстания, но это начало освобождения полного турков. И вот во славу и честь всех этих огромных жертв русского воинства и огромного вклада духовного, материального, дипломатического, политического, который русский народ и русская империя в течение веков нам помогал. Просто хотели сделать такую полночную поездку, если возможно, конечно, с Табинской иконой Пресвятой Богородицы. И вот я пригласила казачий братство из Оренбурга в углове с Константином Крыловым, руководителем крестного хода. А это братство в Оренбурге возродило прервание в 1919 году крестный ход с Табинской иконой Пресвятой Богородицы. Самый длинный историй мира и православия крестный ход, который прервали большие веки 1919 года, а он длился без прерыва с 1848 года. И вот я сделала такой маршрут, чтобы пройти этой эстезией своих предков, казаков и русских воинов, которые сражались. И нет места в Сербии, где нет русского военного кладбища, понимаете? И поскольку у нас сейчас западники постоянно говорят, что Россия никогда не помогала, мы русофили в Сербии пытаемся доказать правду. Это просто забивают некоторые. Там русские сражались и в 1944, и в 1945 году, много погибло. У нас есть списки, мы хотим, чтобы здесь об этом узнали, чтобы об этом говорили, чтобы просто было упоминание вот этих молодых людей, которые погибли вот на южных окраинах России. Сербия на самом деле это русский остров, понимаете, на юге. И это русский форпост, это русская крепость, потому что я считаю, что русская граница, и она проходит через сербские сердца. Уважаемые друзья, разрешите пресс-конференцию, связанную с проведением православной поломнической экспедиции казаково-орембургского казачьего войска в Сербию, рассчитать открытым. Так она, как бы, происходит экспромтом. Мы приносим извинения, что не успели подготовить пресс-релиз, однако рабочие информационные материалы Константин вам всем вручил. Не буду затягивать свое выступительное слово. Я сразу вам представлю здесь руководителя от Оренбургского казачьего войска этой экспедиции войскового старшину Крымова Константина Владимировича и представительницу организатора по сербской стороне Радмилу выразить им большую благодарность за то, что с 3 по 26-е они провели по сути дела, ну, совершили в какой-то степени подвиг перед русской православной церковью, перед казачьим, перед сербским и российским народом. Слово предоставляется руководителе экспедиции Константин. Наша паломническая экспедиция была проведена по благословению выезд туда прошел по благословению правящего архиерея Оренбургской епархии митрополита Валентина и разрешение сендельного комитета по взаимодействию с казачеством русской православной церкви епископом Ставропольский и митрополитский Кирилл Попровский. Кроме того, в нашей поездке участвовал схемонарх духов монастыря, в Благоградской епархии по благословению митрополита Германа схемонарх Илья Итинский. Значит, наша поездка, как вот уже коллега Радмила Войняш сказала, была задумана как духовный поход, воспоминания наших русских людей, которые жили, творили и отдали жизнь свою за свободу Республике Сербия. Так как мы считаем, что Сербия – это один из наших духовных оплотов, наших, опора наша в сегодняшнем мире. Сербский народ очень любит русский народ. И мы вот решили оказать такую некую поддержку духовную сербскому народу, что русский народ помнит и любит сербский народ и всегда готов им прийти на помощь, в том числе и в сегодняшней достаточно сложной ситуации в Сербии, в Косово. Главной нашей задачей было это совершить молитвы на местах, где жили, трудились наши русские люди, и на местах, где они упокоены. В некотором смысле возобновить память об этих людях, среди людей русских, живущих в Сербии, и среди самых сербов в неком смысле инициировать, возможно, и создание каких-то мемориалов, памятных знаков. 3 октября, по 26-й, мы находились в Республике Сербия. Программа была очень насыщена. Значит, около 50 храмов и монастырей было посещено за это время. Каждый день приносили много ощущений, но самое главное ощущение – это огромная, можно сказать, безграничная любовь сербского народа, русского народа, к России. И это мы ощущали на каждом месте, на каждом шаге. Невозможно передать словами, потому что просто комок подкатывает горло, когда видишь эти глаза, которые смотрят на наших, на русских, на Россию, с великой надеждой, что большой русский брат окажет России помощь, протянет ей свою крепкую руку. Нас провожали буквально там и встречали с криками «Русия! Слава России!» И мы чувствовали себя действительно частью великого народа, который очень много сделал для себя. В каждом монастыре, в каждом храме мы читали кальций, и по нескому раз, каждый день практически была божественная литургия всеночная. То есть это такой был духовный труд, по сути, круглые сутки. Я, конечно, удивляюсь своим казакам, потому что никто из них не был, многие из них не были приспособлены к такому труду, но, слава Богу, мы это смогли осилить и достойно провели наши программы мероприятий. Ну, наверное, очень такое яркое впечатление от посещения Косов. Действительно, мы попали туда по приглашению русской сельской дружбы, прибыли мы туда практически ночью, нас везли по горам, наши сельские братья. Встречали нас, несмотря на столь позднее время, руководство, анклавы, был торжественный обед, телевидение, мы пообщались, очень тепло. Нам передали, что действительно, надеются в нашу помощь, очень благодарны той помощью, что мы просто туда приехали, поддержать дух этих людей, которые сегодня там стараются сохранить частицу православия. Потому что сербы сегодня в православии несут как свой знамя. И те монастыри, те храмы, которые в Сербии, это достояние вселенского православия. И то, что они сейчас делают, защищают. Я думаю, что этот геройский подвиг всего сербского народа перед всеми. Ну, что можно сказать? Конечно, мы потрясены, что, с одной стороны, зубов вооруженные люди, это представители НАТО, различные, значит, с различных стран, абсолютно, значит, пулеметы, смейпера, БТРы, а с другой стороны, дети и женщины, которые стоят, кресты, которые стоят и моются. То есть это действительно потрясает. И у меня просто такое внутри чувство горечи и боли, что такое сегодня возможно у нас в мире. Конечно, я бы хотел обратиться, может быть, даже к нашему правительству, чтобы оно как можно больше оказало помощи этому народу, который действительно, это народ мученик, который сегодня в прямом смысле исповедует православие. Мы видели массу людей, раненых пулями, которые пострадали от того, что они сербы, от того, что они православные. В каждой семье есть пострадавшие от войны, погибшие. Сегодня центр Белграда до сих пор, это стоят огромные разрушенные здания. До сих пор сегодня телевизионный центр Белграда, там до сих пор радиация. Весь мир сегодня ополчился на эту маленькую, ну, мужественную страну. И наша молитва была мирная. Мы ни в коей мере не хотели как-то спровоцировать или создать какую-то агрессивную обстановку. Ну, вот как пишут албанские СМИ, значит, и хорватские СМИ тоже. Почитали, что был вызван командующий к форуму, прилетел туда, значит, поедут вертолеты, чтобы прекратить это моление. Я думаю, что это ярко показывает антихрицианскую сущность тех структур, которые сегодня, по сути, оккупировали эту страну. И они воюют не за территорию, они воюют против православия. И это очень явно видно. И я счастлив, что мы смогли прочитать молитву вместе с сервскими братьями на всех этих баррикадах. Смогли хоть как-то их, может быть, укрепить и поддержать веру в то, что русский народ любит сервов, и он их не оставит никогда. Это одно из самых ярких. И второе яркое вспоминание поразило то, что, несмотря на многочисленность русских кладбищ, можно сказать, что каждые пять километров это русские могилы в Сербии. Сербии помнят и чтут русских воинов. Может быть, так, как не чтут сегодня русские, живущие в Сербии. Это, конечно, адреса это не помнит. Кто, значит, имеет связь с родственниками в России, чьи останки походятся в этой земле сербской. Думаю, это действительно для меня это тоже такое яркое впечатление, потому что мы так, наверное, не чтим своих предков, как сербы чтут русских. Вот в поселке Лазарево стоит памятник 22-м воинам, которые защищали это село во время Великой Отечественной войны. И, вы знаете, в школе преподаватели очень много рассказывают и на этом примере воспитывают детей. Когда мы пришли, мы знаем, много школьников пришло к этому памятнику почтить. Они из поколения в поколение передают эту память, как русские воины стояли насмерть против немецких дивизий на этом месте. И вот они поставили этот памятник. Сомбари, огромный милориальный комплекс нашим воинам, ухоженный, чистенький. Вы знаете, видно, что это все сделано с любовью, что действительно наши предки, они своей кровью, мученической, героической смертью, может быть, и заслужили эту память. Сегодня вот в России, видя как многие мемориалы, в том числе и погибших воинов, у нас в сопустении в селах, поселках поражается, что в таких, может быть, небольших селах, они в таком находятся, в хорошем, красивом виде, то есть за ними ухаживают, за ними постоянно идет пригляд, подновляют, и память о них даже в школе, детям это все преподается, и возносится. И одно, что еще, можно сказать, и одно тоже из ярких впечатлений, это наше посещение могилы, слава данной наушевке. Все сербы считают его мучеником, человеком, который был умучен гаарским трибуналом, и воздают ему достойную память. Это один из таких лидеров, памяти которых у сербов, я так думаю, что будет, на века. Ну и последнее новоспоминание очень яркое, это посещение Королевского дворца в храме, где мы молились, храм Андрея Первозванного, и в этом храме до Великой Тесной войны находилась десница Иоанна Крестителя, и оккупация была вывезена в Чернобовье. И вы знаете, фрески храма, спаситель расстрелян, то есть выстреляли прямо в чего? Спасителю и в сердце, тем самым думая убить Бога. И сербы сегодня это оставили в том виде, в котором было, чтобы детям, а туда каждый день идут экскурсии детей, они показывают, в мире существует и другая сила, та, которая ненавидит Бога, та, которая готова уничтожить. И чтобы дети эти понимали, что в мир есть добро, зло и любовь. Это тоже, так сказать, потрясает, когда мы были, очень интересно, что вот именно когда мы были в этом храме, пришла большая делегация детишек севских, они с большим, такой радостью, да, кто-то даже плакал, прикладывались к иконе. То есть меня, как человека просто, лично меня потрясло, и это они нас кричали, значит, махали на руках, они кричали русские, обнимались с нами, фотографировались, и вот провожали таким небольшим крестным ходом, пошли по дворцу и проводили нас с этой поездки. Ну, еще, конечно, одно воспоминание такое, это, конечно, те старцы, которые есть в Сербии. Нам до его встречи со стремя старцами, это архиепископ Иконор, очень, конечно, замечательный человек, очень русский человек, много знающий о России, прекрасно говорящий на русском языке, оказывали нам очень теплый прием, встречали нас, особенно в Банатской, в Пархи, это соборы священников, просто люди приезжали, священники приезжали с многих мест, чтобы послужить, значит, служим. Что касается, значит, старцев, я же поразила встреча со старцем Стефана, Великая Каримета, знаете, хотя мы плохо понимали по-серски, но так как этот человек говорил, один новый вид, просто сердцем мы понимали, о чем он говорил. И он говорил, что у сельского народа есть только две опоры, это Господь Бог и Россия. И мы это понимали и чувствовали, потому что огромная любовь светилась в этих глазах этого человека, который потерял всю свою семью. мы вырезали хорваты, по-моему, мусульмане, да, всю его семью человеком, все его старец в этом монастыре. Поразила встреча со старцем Маштаря Ракуми, отец Симон, да, тоже вот эта любовь к России такая спокойная, мягкая, она очень твердая. Я вам тоже говорю, что мы ждем от России помощи, ждем от русского народа помощи, потому что мы часть России, мы часть русского народа, часть святой России. Такие вот воспоминания, такое впечатление осталось вот посещение Сергея. Мы думаем, что мы продолжим это сотрудничество, просто мы обязаны это сделать. Та любовь, та надежда, которую мы видели в людях, она просто нас заставляет это сделать. Вот это мероприятие, это, по сути дела, новая форма, новая форма взаимодействия, очень полезного взаимодействия с братскими, зарубежными народами, повышение авторитета России среди этих народов, направлено на единение народа. Я думаю, что это мероприятие, которое проводит Оренбургское казачество, достоинством должны быть оценены министерствами иностранных дел, и нашим правительством, и нашей Русской Православной Церкви. Оренбургские казаки являются инициаторами подобных мероприятий и в Казахстане, и в Абхазии, и в Южной Осетии, и на сегодняшний день получили благословление на проведение ежегодных крестных ходов с иконой Табынской Божьей Матери по Уралу, за Уралью и по Волжью. И это проводят наши оренбургские казаки и, дай Бог здоровья, Константину Крымову, он является одним из инициаторов этих мероприятий. А теперь разрешите слово предоставить сербской стороне нашей сестре Радмине Войнович. Спасибо. Я только добавлю, что не сербской стороне, а мир и все одна сторона. Спасибо. Любовь. Я еще повторю, мы уже записали этот рассказ. Почему пригласила наших братьев в Оренбургское казачье братство? Потому что в этом году сейчас в ноябре 21 ноября мы отмечаем большой юбилей это 90-летие первого всемирного зарубежного русского собора Сремских Карловцев, королевстве сербов, хорватов и славянцев, королевства Югославия, где король наш Александр, который сам закончил военную академию в Санкт-Петербурге, изженился на члена императорской семьи Романовых это Лева Наша Мария правнучка Александра Второго. Вот он и принял основную часть русских белых в Санкт-Петербурге, больше 40 тысяч человек приехал в обновь с митрополитом Антонием Кроповицким воежлив русской белой армии генералом Врангелом, который похоронен в Сербии в русском подворье Белграде, хотя он покоился в Брюсселе, когда он ездил по всем этим русским анклавам по Западной Европе, но он завещал, чтобы его похоронили в Сербии, и он говорил, что Сергия и есть часть России, что он не на чужбине не будет покоиться, но в своей стране. И так он в Белграде, а вся его семья на Чарадском кладбище в Сиренских Карловцах, не только генерала Врангела. У нас тоже жил последний товарищ обер-прокурора святейшего силу дорусского князь Николай Живаков, потомок грузийских царей, необыкновенно талантливый человек, который написал замечательные воспоминания о последнем российском императоре. Он жил в моем городе Новом Саде. И мы не случайно сидим здесь, в Международном фонде славянской письменности и культуре, потому что учреждил вот это прекрасное здание, фонд. Наш великий друг Вячеслав Кликов, скульптор, который возобновил союз русского народа, который возглавлял наш любимый великий батюшка, святой правед Иван Конштадтский. И к нам очень часто приезжал Вячеслав Кликов в Сербию. Он многим русским городам подарил памятные доски и памятники. В центре Нового Сада, где мы читали Акафист, покровительницы русского воинства, Табинской иконе Пресвятой Богородицы, мы читали это в Дунайском парке. Там в центр города Нового Сада находится первый памятник на земле русской святого Сергея Думешкова. Вот у нас было такое предложение нашего общества русско-сербской дружбы 1992 года, чтобы этот памятник был в центре нашего города, который является сербской Афиной, центр культуры. Там тоже много русских было. И их огромный вклад. Они были сами выдающиеся ученые, архитектуры между Первой и Второй дневной войны. в Новом Саде. Очень важно отметить, что этот русский и зарубежный собор первый, когда родилась русская и зарубежная церковь, самая стойкая часть русского народа во главе с митрополитом Антонием Кроповицким, который они говорили тогда в Сиремских Хайловцах, в этом дворце нашего внешнего владыки Василия, они говорили о этой духовной катаклизме, причинах ее пророческих говорили, что будет в России в 21 году, что убьет патриарха Тихона, все они там сказали. 13 русских еписков, 67 священников и других ведающихся людей, ученых, принимали участие в этом русском первом соборе. Потом они во Фрушкогорских монастырях, Фрушкая гора, это монашеская православная гора, где было в старину больше монастырей, чем на Афоне, 35 монастырей было, но в течение веков на этой границе турецкой империи и австрийской империи сервико-костер русский жили между двумя враждебными империями, австрийской, немецкой и турецкой, и отстаивали православие, как граница православия. пострадали очень много первой и второй мировой войне, очень, просто Гитлер эту область подарил хорватам, которые практически почти все эти монастыри ограбили, уничтожили монашеск, монашеск убивали. От хорватов спасли немцы, лесницкую и русскую женскую обитель, которая сейчас живет возле Парижа. в 41-м году, когда просто передали весь народ. Только в городе Саремская Митровица, это Римский Сирию, где родилось 9 римских императоров, там 9000 сербов зарезано просто в храмах, это на реке Сави, это мученическая земля. Все эти монастыри так пострадали, все подарки средневековне наших князей, царя Душина, Уруша, это сейчас все находится в Ватикане, в Загребе и в частных коллекциях на Западе. Мало вернули, но они снова возрождаются. И вот это в Дебилове Синская Русская Женская Обитель. Там покровена матушка, например, Катарина, первая, которая приехала в Сербию. Там жили несколько русских епископов, там жили Иван Максимов Шанхайский, будущий сам францисканский архиепископ. В мусульмской семинарии они все преподавали, как ученые. Они очень помогли возродить наши монастыри после Первой мировой войны. В Милькове на юге, это в Десвилайнец, где русские войска победили турков в 1876 году. Там большое русское кладбище, там русская церковь Горниадровац. Знаете, там в Милькове был главный русский женской эмигрантский монастырь, где приехали из Оптени, которые пережили вот это гонение. И они передали вот это русское старчество нашим старцам, которые и нас сейчас встречают. Потому что отец Симеон в монастыре Рухумия, он учился, его старец был Тадей, а Тадей ученик русских оптенских старцев, которые приехали к нам. И наше святое послушание хранить эту память и передавать будущим поколениям просто. И вот эта форма крестово хода, вот такой паломнической поездки, они мобилизируют народ. И я просто на Косове как добили, но с нами был священник от нашего владыки Никанора, который закончил Московскую духовную академию, который хранит русский дух владыка Никанора в Анадске. Вместе со священником прибили, который мне сказал вечером, ну есть возможность будет может быть нас арестуют, нас депортируют в Россию. Вы знаете, очень опасно, там НАТО просто пакт, и когда появятся русские формы, вы перенесите ребятам, что есть такая возможность. Я поехала, я пошла к Константину, мы находились в Банадской партии, в Милане Римской, где русский храм тоже, кладбище. И сказала, что существует такая возможность, но я готова на это. И Константин сказал, мы тоже готовы поедем туда. И все хорошо закончилось. Хочу сказать, что мы, значит, когда приехали, мы встречались с городоначальником НКА, заместителем одного из городоначальников города древнейшего средневековного Звечины. И мы провели крестный ход в Косовской Митровице, где самая главная граница и парикада между НАТО и Пактом, там большая американская база Бонстилл. Они незаконно просто, как это делают и в Афганистане. Пришли и юг Косово. А что такое Косово? Там находится центр сербской патриархии, древнейшей патриархии. И там находится самый древний монастырь Грачелица точнее девять веков. Там находится центр нашей государственности. Эта земля такая благодатная виноградная, царская виноградная с девяков сербского царя. Он был царем сербов Греков и Балкар, царь душа в 1346 году старым царем. И вся эта земля Косово поле, Косовская битва, которая была восемь лет после культурской битвы, когда русские спокладились от Татарско-Моградского иго, мир. Греки, Болгарии, православные южные народы подпали вот это турецкое иго, знаете. Значит, стратегически очень важная точка на Болканах вот это Косово. И сейчас в Косовке Митровиче граница нато питается между сербами с юга Сербии, там, Рашка и область, первое название Сербии Рас, не Рашин, да, и северокосово, где живут тоже Сербии, они хотят поставить незаконную границу, народ это не допускает, так что мы просто пришли там, где идет это столкновение, где НАТО навязывают свое. СМИ говорят, что там была попитка главнокомандующих Квора ложных миротворческих сил НАТО, пытался прерывать наш крестный ход, вот не успели. В Косовской Митровиче находится памятник русскому Козу, которого албанцы убили 1903 года. И мы с этого моста, где албанские снайперы с поддержкой американских частных компаний, военных, которые как все войны туда приезжают, чтобы просто резко убивали людей. И на этой границе, на этом мосту мы прочитали карты, там все удивились, вот как мы смеем это делать. Мы потом прошли 250 метров крестным ходом до памятника русскому Козулу, который убит возле этого моста. Общество русско-сердской дружбы поставило вот это памятник. И слава Богу, все хорошо прошло. Мы были на Ягненице, Рударе, Косовской Митровице и Зубче. Это так называется. Наши казаки им просто предложили сотрудничество, потому что в средних веках Косово это металлургически там добивали золота, там родники золота трепча наклонилась. Половину трепча сейчас контролируют американцы и албанцы, оккупанты, а половину наши. В средних веках это самый большой европейский родник золота и других ценных металлов. И мы надеемся, что будет обмен между этими Магнитогорском и Уральскими казачьими станицами, а рада, что градоначальник пригласил и сказал давайте сделайте здесь казачьи станицы, вот вам вся земля. Она такая виноградная, благодатная. Мы были в монастыре Лещи, запомните это слово. Лещи это Дивеево на юге русского, еще одно Дивеево. Наши братья казаки удивились, когда видели такое место, там старец Иван. Мы долго знакомы, я перевозила картину Ельеева и других русских монастырей, потому что Россия далеко и наши люди в 90-е годы в советское время не имели права приезжать сюда, не было возможности. Когда началась вот эта новая перестройка, люди испугались, потому западные СМИ, которые у нас очень влияют, говорят, что в России опасно ездить в Россию, и очень смельные и редкие люди приезжали сюда. И по милости Божией, когда разбомбили телевидение, я работала как автор документальных программ на государственном телевидении, когда я приехала сюда на паломничество, потом когда передавала вот эти картине святой России, которая возрождается, у нас в Лещи возник такой русский городок, такой красивый. Самое красивое, что в русских монастырях отец построил Лещи. Так что мы хотим, чтобы крестный ход как молитвенный духовный десант, потому что у нас на Косове я скажу просто получился такой братский духовный молитвенный десант. И мы как русские десантники просто приехали туда поддержать наш народ, все были благодарны, все спрашивают, когда снова приедет, и мы надеемся, брат Константин с нашими казаками может уже в мае снова будет у нас. И тогда кроме меня, которая как бы сейчас просто как друг, приятел, пригласила казаков, у нас доброжелательные друзья, приятели на усаде, общество русских соотечественников в Луч, там доктор Марина Долгажа, господин Арсеньев и наше посольство русское Донграде. Они можем все вместе организовать такой большой организационный комитет и углублять вот это наше дело сотрудничества. Продолжение. Я добавлю мы разговаривали с нашим заместителем посла Александром Танонихимым. Он сказал, что хороший результат этой поездки и он готов взять следующую поездку, то есть сам взяться за ее организацию. Но мне бы еще хотелось об одном случае рассказать интересным. Значит, когда мы были в монастыре Раковица, пропили Акапист и пошли на трапезу, подошел человек, паломник с Австрии. И сказал, что после Акаписта он увидел слезу на лике Божьей Матери и запечатлел ее на фотографии. К сожалению, мы не были свидетелями этого дела, но буквально на следующий день самые крупные таблоиды и газеты вышли с таким материалом о Сербии, о том, что Христа Богородица проплакал на брови патриарха Павла. который похоронен в этом монастыре. И второй патриарх Дмитрий похоронен. Мы не ожидали, конечно, для нас это было таким подарком. И после этого я скажу, что у нас на разрыв мы были буквально, телефоны разрывались от приглашений, все монастыри, игумины. То есть мы огромное количество этих предложений, мы выбирали по мере возможностей, где мы можем выйти, там, где действительно были русские монахи, были наши русские солдаты и так далее. Вот тоже такая информация. И также вышла информация о нашем посещении Пусына, то есть во всех средствах массовой информации в Сербии вышло такое мероприятие. Ну и скажу, что, конечно, надо все-таки отметить, что некоторые средства массовой информации, я так думаю, что, наверное, это средства массовой информации, которые финансируются западными структурами, они попытались как-то дискредитировать наш крестный ход, то есть различная клеветарилась в наш адрес. Ну, может быть, хорошо, мы по-серски не понимаем, нам только сербы говорили, сказали, что мы знаем, что все это ложь и так далее, и что говорили в том, что, значит, мы лжеказаки, что, значит, у нас какие-то, значит, планы, касающиеся не духовную, а что там и другое, там, замыслики, провокации, в том числе в центре Белграда, то есть вот такая ложь сопровождала на Грандмилу Войнович тоже был огромный поток лжи, на тех людей, которые помогали нам, буквально обрушился этот поток. Но вот мы так считаем, что, значит, все-таки наш приход, приезд, он был нужен, иначе бы и была какая-то действительно результат от него был, потому что иначе он бы прошел бы незамеченным, в том числе и недоброжелателями, которых достаточно как в России, потому что опять же в России тоже началось, начали в том числе звонить владыки Кириллу Семидуального комитета и говорить, что мы связаны с какими-то раскольниками и готовим там какие-то непонятные акции. Такая беспокойность тоже у владыки была, и вот он передавал Владимиру Бичу по этому поводу. этот крестный хост затронул не только сербов, но и украинцев, которые в составе миротворческих сил, которые пришли в Косово поклониться этой иконе и помолиться вместе с казаками. Да, казаками. Это может гостя были подороги. Ну, что можно сказать, просто когда мы почитали о качестве, приходили миротворцы с Украины, женщины, мужчины, так прикладывались, благодарили, говорили, что рады, что мы здесь они смогли увидеть своих братьев русских и помолиться к нашим, приложиться к нашим православным святым. А пока они это говорили и делали, с другой стороны там через колючую проволоку на этих бронированных машинах стояли немцы с автоматами. Они спустили эти автоматы, пока они просто спокойно читали капельство, а украинцы прикладывались к их хорне. Вопрос есть. Да, все это было и лучше осталось что за сувениры, а вот это в Белой Церкви это город на сербско-румейской границе, это центр русских кадетских корпусов. Так находится русский кадетский музей. Господин Владимир Костеланов является директором этого музея. Его матушка подарила Белой Церкви. русский храм в Белой Церкви Святого Иоанна Богослова. И в этом храме, который был открыт всю ночь, когда они приехали, и как говорит священник, который служит в этом храме, настоятель храма опять младен, говорит, в истории Белой Церкви никогда не собралось так много народа. Всю ночь храм был открыт, службы шли, все монашества и священники в флангской эфархии Владики Миконора нас встречали и делали крестный ход до Большого Русского Кладбища, где покоронено больше, чем 24, по-моему, генерала русской Белой Армии. Ведущиеся русские люди покоронены. Там был Мариинский женский институт, ну и Харкорское училище, много русских военных академий здесь в этой Белой Церкви. И вот это интересное место. Хорошо было бы, если бы и российские СМИ просто с нами в следующем году отправились на эту поездку и сделали качественные документальные фильмы, репортажи о этих всех местах. Там Новый Бечей, где жили внуки Лавы Николаевича Толстого и другие выдающиеся люди, которые часто приезжают в Сербию, где тоже были разные училища сельские. А у меня есть большая, но и архива есть, и в нашей Алисе Арсении в Новом Саде это потомок второе поколение эмиграторов, у которого можно получить очень много документов и весь этот архив о русской белой эмиграции зарубежной России в Сербии. Вот это я добавлю что подарков очень много, на самом деле мы такой смешный случай, что столько подарков мы 80 килограмм перегруза приезжали, представляете, пришлось нам платить за это по 8 евро за 1 килограмм, чтобы провести эти подарки. Есть еще остатки? Да, и осталось, пришлось еще, ну, уже там, вот очень, ну, как бы, самое ценное мы считаем, это вот нам вот чилиграм, такой в Косово, чечники и Косовские, которые защищают сегодня Косово. И, наверное, еще из этих вот нам такие фотографии вручили с подписями Королевская 2а, значит, с членом с подписями 2а. То есть у нас исследники это висок и вручили вот такую вот Королевская семья о Королевской семье такие вот и с фотографиями и так далее все нам каждому вручили вот такие подарки. Это вот наиболее как бы ценные, ну, еще масса в подарок в принципе в каждом монастыре в каждом монастыре нам вручали историю монастыря, значит, да, в каждом городе просто, ну, настолько теплый прием приезжало все руководство города, нам торжественный ужин заказывали, но, знаете, достаточно было сложно, потому что весь день в 6 утра служба в монастыре в каждом, да, и вот в 6 утра бывало 3-4 капель в день, мы прочитывали, плюс утренняя служба и вечерняя, да, а после вечерней службы нас приглашали на ужин, в Сербии едят очень много, это широкий стол, и он обычно заканчивается за помощь, для нас, если вот это, для Урасов, это временной приезжод, это уже не ужин, а завтрак, потому что у нас уже 5 утра, вот, ну, пришлось, конечно, мы мужественно терпели, сносили эти тетлые плени, но, слава Богу, конечно, очень приятный, радостный. Вопросы еще у кого есть? Вы знаете, пожалуйста, случай исцеления в раковице, женщина, больная рака, груди, прошла химотерапию, значит, но последствия были очень тяжелые, лежала она, у нее уже начались метастазы, на кость пошли, и ее подруга, Вера, привезла ее, значит, в монастырь в раковице, женщина, ему больше 5 минут она стоять не может, и она привезла, эта женщина больше 8 часов, простояла возле иконы, через день она приехала розовая, счастливая, и, знаете, вот, в монастырь преподобный Милане Римской, да, и говорит, вот я верующая, перед вами сижу, сияет, говорит, я была неверующая, сейчас я исцелилась, то есть она абсолютно была здоровой, такое вот исцеление пришла вот в монастыре, ну, а по поводу того, что происходит в России, я вам скажу, что у нас существует журнал, где регистрируются все эти случаи исцеления, люди доставляют свои координаты, ну, вы знаете, что есть, ну, что, во-первых, нас не обвинили, каких-то, так сказать, лжи, лжи, чудеса, и все остальное, но мы снимаем на видеокамеру, но перед отъездом мы все днем были в Тюмени и женщина пришла после инсульта, у нее парализована была рука, у нее, она старше 70 лет, и прислался сон, что приедет с чудотворной иконой в монастырь, и она должна прийти туда. И вообще, когда она пришла, как раз мы пришли, и она сама рассказывала, есть у нас видео, зафиксировано, и вот при нас она парализована руку, сама приложила к иконе, и она начала мне сшевелиться пальцем, и она радостно начала кричать, буквально там, всем показывая, что рука, потом креститься, начала этой рукой, а к вечеру она практически не работала, как нормально, через некоторое время. Такое, а чудес, то, что происходит с иконой, вы знаете, очень много различных случаев исцеляется от катаракты, есть случаи прозрения, когда мы пришли в поселок Тотское, это Львовская епархия, и во время молитвы мы одной женщине передали, раздаем литературу, в том числе молитвы. И женщине даем молитву, она говорит, вы мне, ну, она говорит, я не вижу ничего, не давайте ничего, возьмите все равно кому-то, отдадите своим близким. И во время молитвы просто раздался крик, что это батюшка, батюшка, я вижу, вижу, то есть женщина увидела молитву, она старует читать и пить вместе с теми. Ну, много других случаев, я просто сейчас, это не хватит там всей пресс-конференции, потому что за два года это проходит практически каждый день, что-то происходит, вот, и в каждом, мы сейчас ведем журнал, там все это дело записывают, и есть люди, можно созвониться с журналистом, узнать, уточнить, получить какие-то дополнительные информации, подробности. Да, и сегодня у нас есть свой сайт, но мы, правда, эту информацию не публикуем на сайте, ну, знаете, пусть лучше, так сказать, кто-то за это публикует, делает, чтобы не создавать как-то нездоровый ажиотаж, так что. Ну, что можно сказать, самое главное чудо, что мы являемся свидетелем, это когда люди абсолютно неверующие приходят поклониться иконе, может быть, там, из чувства склюбопытства, да, кто-то там подержали, и после, через какое-то время они, после того, как они прикладываются к иконе, участвуют в молебне, да, у них меняется мировоззрение, тоже было в Белграде, Марина Болгарса абсолютно неверующий человек, советские люди, понимаете. Она приехала, я расскажу, она буквально через день, через день приехала и поехала с нами в крестном ходе, и говорила, как я вообще счастлива, то есть, вот я почувствовал такую благодать, то есть, я никогда не ходил в церковь, так, но мы, а здесь вот она себя ощутила совершенно по-новому, по-другому. Ну, есть еще один случай, он такой яркий очень, да, я могу его рассказать, это когда мы были в Челябинской епархии, в один поселок мы зашли, это село Яренко, Уйского района, Челябинской области, и там храма нет, и мы прям посреди села поставили икону, жители подходили, и одна мамаша вела дочь, ну, не вела, а, пускай, тащила ее, лет 18-19, девушка, вся, вот, в перстинге, значит, страшная подческа, на голове черные ногти, размалеванное такое лицо, она умоляла ее, плакала, рыдала, доченька, пожалуйста, ну, иди приложись, а то упиралась, а с ней было, да, что я пойду там, в итоге она ее уговорил тут жить, ну, подойдите, пожалуйста, подойдите, и она, когда приложилась к иконе, жители села, все молились за нее, то есть, все ее знают, ее начала такая сутро, это сострясать, и она оторвалась к иконе, текли слезы ручьем, она на взрыв зарыдала, закричала, мама, брызгла на шею к маме, и стоя рыдала, а в это время стояла подруга ее, и с удивлением смотрела на икону, на вот этих, свою подругу, плачу, и маму, и жители стали ее уговаривать, иди, и ты приложись, и вы знаете, с ней прошло аналогично, она приложилась, ее такая, дрожь сотрясла, и она зарыдала, и вот эти, три вот этих, три человека, эти две девушки, женщины, они проплакали до конца, вот, пока мы умолели, пока все прикладывались, а потом мы пошли крестным ходом, эти две девочки пошли с нами, пошли около 10 километров, в крестном ходе, совершенно, с такими, знаете, про преображенными, какими-то лицами, помещали снять все свои железки, с лица, вот такой случай, он яркий, но для нас это, конечно, чудо, и их много случаев. Я хотел бы уточнить, и чтобы нас не обвиняли, в каких-либо потасовках, и так далее, вам разъясняю, что это список, чудотворные иконы, Табынской Божьей Матери, оригинал, Табынской Божьей Матери, ушла вместе с казаками и атаманом Дутовым в Китай, и там ее следы затеряли. Оренбургские казаки сделали список, и в настоящее время, ну, раз она творит такие чудеса, значит, Богу Господу Богу так угодно. Еще вопрос, пожалуйста. Встречались ли вы с добровольцами, которые принимали непосредственное участие за, так сказать, сербскую свободу, боролись там вот в Косово-Витухе или в Сербии вообще? Вы состоялись ли эти встречи? И каковы ваши ощущения по поводу того, возможен ли туда выезд добровольцам, вот этот же конфликт все-таки военный, там, назревали. Потому что казаки поедут, они не будут ни у кого спрашиваться, ни у общества, ни будут просить разрешения каких-то общественных организаций, выйдут по зову сердца туда, как это было и в 93-м году, и в 95-м, и в последующие годы. И в связи с этим поведение шифтерских банкформирований, там же в Косово-Витухе, и вот этих натренцев. Ну, вот вы на самом деле сами ответили, это вопрос. Я думаю, что, конечно, в России найдутся люди, которые поедут добровольцам, если в Сербии будет обостряться ситуация. Что по поводу встречи? Практически каждый день встречаюсь с людьми, которые воевали. Каждый день, и люди действительно, они ждут от России, но многие ждут, на самом деле, военной помощи, политической помощи. На что мы говорили, что сегодня все, что происходит в мире с севским народом, с русским народом, по нашему глубокому убеждению, происходит по нашим грехам, по нашей разъединенности, по нашему эгоизму, потому что мы действительно забыли веру предков. Нет той веры, которая была. И Господь, может быть, пропускает такие трагические события для того, чтобы мы вновь вспомнили о Боге. Вновь стали народом через веру, через объединение. И, в принципе, помощь северскому народу, может быть, в нашем виде, она уже пришла, пришла, представь Богородица, владыкца неба и земли, для того, чтобы напомнить северскому народу, что он за народ. Если народ православный, то это православие должно быть не политическим. Это православие должно быть глубоко внутренним, духовным. То есть, и через покаяние, через грешных грехов, грешной жизни, возможные объединения и возрождения как северных, так и русских. А касаемо добровольцев, ну, что скажу, вы мне вопрос задали, не могу за всех отвечать. Мое личное ощущение, знаете, я готов умереть на этой земле, потому что, считаю, что это часть русской земли, и все наши казаки тоже готовы это сделать. Но, в противном случае, если бы этой готовности не было, мы просто туда бы не пошли. Еще у кого вопросы есть? Я хочу добавить сейчас. Я предполагаю, что вы еще хотели сказать насчет этого. Сейчас у нас, значит, курс нашего правительства в Сербии. Он интеграция в Евросоюз, значит, и НАТО-пакт. Ну, как сказать, все наши статистические данные, когда спрашивают людей, больше, чем 60% людей сейчас против вступления в НАТО-пакт, даже 80% в НАТО-пакт, а около 60% против вступления в Евросоюз, потому что страны Евросоюза принимают участие в незаконах вот этой войне, бомбежки в Сербии. И у них такая огромная сила пропагандная через СМИ, через наше правительство идет, чтобы народ забыл, кто нас бомбили, когда. Это было недавно. Хочу сказать, что большинство людей, которые православные, которые верят, традиционных людей, это русофилии. И мы об этом говорили и писали уже, может быть, 15 лет, что да, есть два пути. Есть геополитический и духовный тупик, это воссоединение с этой глобализацией, с негативным полюсом в Запад и вот этот наш настоящий вековой выбор с Россией. Значит, стать частью Святой России и интегрироваться в Россию. Вот этот путь, и многие наши выдающиеся историки, ученые, Сербская Академия Наук, ну просто люди, у которых большой авторитет, они за эту нашу русскую сторону, чтобы мы интегрировались шаг за шагом постепенно в Россию. Не потому, что это выгодно, понимаете, не меркативно, потому что это естественно, вот это духовно, мы часть вот этой плауславной славянской тивилизации, а это тивилизации русская. Имеет должность просто в этом направлении вот и через крестный ход в славу Господа и России. С молитвой. С молитвой просто все. еще один момент забыли отметь. Значит, вы знаете, ну так получилось, что вот вняли нашим словам учетники и они решили организовать крестный ход по аналогии с российским крестным ходом для себя по Сербии. И создали уже даже какое-то такое подразделение, которое будет ходить от монастыряк монастыряк. И в дар вот этому духовному такому подразделению мы передали коруги честного крестного хода, с которым мы уже второй год идем по городам Веси, которые прошли с нами Кавказ, Казахстан, так сказать, участвуют во всех духовных мероприятиях и в снег, и в дождь, и в холод. Вот они, конечно, у нас уже достаточно потрепаны, но это настоящие духовные боевые знамена. И некоторые пчетники, которые суровые, прошедшие и боевые, у них были слезы на мордах. Зато, что еще надо сказать, что Акапис, Тадинская икона Пресвятой Богородицы, написал такой великий друг, приятель Сергий, который молился и просил и тогда власть русскую, чтобы она помогла активнее, когда шла гражданская война, когда получились на нас НАТО-Пакт, Евросоюз, на стороне этих сепаратистов Кроватии и Словении, которые не хотели мирным путем развестись. А Йоанн Сничер, Санкт-Петербургский главный митрополит, Йоанн Сничер, великий духовник, он написал Акапис Тадинской иконе Пресвятой Бугородицы, в котором пишут, что вот эта икона будет надежда и утешение всему миру. Вот это как бы и пророчество, потому что когда ее спросили, почему, когда Тадинская икона только знакомая в России, а он сказал, что будет она знакома, ее будет знать весь мир. А он помогал, и мы встретились, я встретилась с его келлиником в Оптине-Пустине, это 12 лет тому назад, когда я была в Оптине-Пустине, по благословению патриарха Павла, с которым у нас сотрудничество было в благословении с 1994 года, когда приезжал отец Никифор, регент Московской Духовной Академии, мы уже тогда организовали первый этот православный большой такой собор в Новом Саде. И тогда Келлиник говорил о встречах нашего митрополита Иоанна Сличева с нашими епископами, и как он просил российских властей, чтобы они помогали православным активнее на Балканах. Я хотел вас поблагодарить за то, что вы посетили нашу пресс-конференцию. Я надеюсь, что наши встречи будут продолжаться. 30-го числа возобновляется и крестный ход с Табынской Божьей Матери по Уралу, по Улжию и за Урали. Я хотел бы вашим присутствием еще раз поблагодарить и Константина и его дни, и этот ход, который они совершили. Большое вам спасибо. Всего вам доброго. Слава России. Слава России. Слава России. В связи с резким обострением ситуации на севере Косово, Косовские сербы в массовом порядке стали подписывать обращение в посольство Российской Федерации с целью получения российского гражданства. Они недовольны переговорами между Белградом и Приштиной, резонно опасаясь, что их результатом станет дальнейшее ухудшение положения сербов в Косово. К концу ноября количество обращений достигло 50 тысяч. Это произвело в Европе эффект разорвавшейся бомбы. Однако реакция буржуазной Москвы оказалась омерзительной. Вместо российских паспортов старший брат пообещал сербам тушенку и иную гуманитарную помощь. Вывод напрашивается сам собой. Оккупационной администрации в Кремле нужны покладистые рабы с окраин бывшего Союза СССР, но никак не братья-сербы. Ну что ж, у русских людей хорошая память. Редактор субтитров А.Семкин